Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим, как разрешится ваша ситуация. Подумайте о том проблеме, которая, возможно, вас волнует. У каждого это будет своя ситуация. Что бы вы хотели, чтобы разрешилось бы быстрее. И мы сейчас посмотрим, как решится этот ваш вопрос. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И смотрим, как разрешится ваша ситуация. Вот вы сейчас оказались в ситуации, когда вы себя чувствуете одиноким. Или же одинокой. Это расклады и мужчин, и женщин касается. Вот какой-то вопрос у вас возник, что вы не чувствуете поддержки какой-то. Тупик. Вот вокруг вроде бы много людей, много знакомых. С кем можно поговорить. Но особо как-то никто не хочет и помогать, возможно, в решении этого вопроса. Вот вы оказались как будто один на один со своей проблемой. Давайте уточним, с чего касается эта проблема. Эта проблема касается, скорее, любовной сферы. Вот у вас какой-то конфликт произошел. Либо же с мужчиной, либо же, если это мужчина смотрит, то с женщиной конфликт произошел. И вы вот сейчас находитесь в таком, знаете, вот в отшельничестве, в тупиковой ситуации. Вы не знаете, возможно, что вам делать, как помириться с женщиной, хотя вы ее любите. Все вокруг вроде бы знают о вашей проблеме. Ну, не все, но некоторые знакомые, возможно, близкие друзья могут шушукаться, обсуждать, что-то там советовать. Но особо никто не хочет так ничем не помочь, не поучаствовать как-то. Возможно, вы даже просили через кого-то помириться с этой женщиной, как-то подъехать через третьих лиц к ней. Скорее всего, здесь замешано третье лицо в вашем конфликте. Это либо же измена была, может быть, ваша измена была, а женщина узнала, да. Либо же мужчины измена. И сейчас вы не знаете, как наладить отношения. Вам очень хочется наладить отношения, но вы не знаете, как. Так, да, сейчас отношения ваши находятся в подвешенном состоянии. Любовь вас переполняет. Вот знаете, даже если и был какой-то адюльтер с вашей стороны, то это скорее было, ну, как бы не то, что неосознанно. Ну, я не верю в то, что измены могут быть неосознанные. Это всегда выбор человека. Даже когда говорят, что по пьяни, там, да, ну, все равно это выбор. Ну, зачем тогда напиваться до поросячьего визга, чтобы не контролировать себя, да. Вот сейчас отношений вообще я не вижу. Вам хочется, да, у кого вот произошла такая ситуация, конфликта, вам хочется, чтобы разрешилась именно эта ситуация с вашей второй половиной. Но как ее разрешить, вы не знаете. Да, чувства есть, вас переполняют и злость, и чувства. Знаете, если вы придете к женщине, ну, или же к мужчине, если это женщины смотрят, то, скорее всего, вы помиритесь. Вот вы помиритесь. Да, сначала будут летать искры. Сначала, возможно, даже вас отошьют. Возможно, если вина с вашей стороны, возможно, вас отошьют. Если вы что-то накосячили. Да, скорее были какие-то страсти. Вы можете даже не сразу помириться. Но потом, потом все-таки снова будут попытки к примирению. Да, это судьбоносные ваши отношения. Вы так легко не помиритесь. Однозначно. Так легко вы не помиритесь. Вот понимаете, вот вы, либо же вы причинили боль своей половине, либо же вам причинили боль. У каждого по-своему будет. Но, тем не менее, вас тянет друг к другу. Понимаете? Вот вы будете еще, ну, не раз будете пытаться мириться. Посмотрите. Не раз. Вам снова судьба шанс даст на примирение. Вот будете вы все равно вместе. Вот, ну, будете. Да, через конфликты, через ссоры. Через выяснение отношений. Легко и просто вы сто процентов не помиритесь, если вы хотите помириться. Поэтому делайте вывод. Делайте работу над ошибками, если это вы, конечно, накосячили. Если это вас обидели, ваша вторая половина, если вас обидела, тоже делайте вывод, стоит ли прощать человека. Стоит ли мириться. Стоит ли быть человеком, который предал, допустим, вас или же сделал больно, да, потому что предавший раз, предаст и второй раз. Нужен ли такой человек? Хотя, знаете, вот могу сказать вам из опыта, да, вот своих знакомых, окружения своего, мужчина может простить. Может простить, если он очень сильно любит женщину. Но рано или поздно, он всё равно, вот, хоть как-то, но он отомстит женщине. Ну вот отомстит. Природа, психология такая мужская. Мужчина может простить, но он никогда этого не забудет. Вот хоть как-то, но он обязательно отомстит. Возможно, не сразу, но он это сделает. Поверьте мне. Вот такой был расклад. Делайте выводы, решайте сами, думайте сами. И всем пока!